На этой неделе в нашей стране будет отмечаться один из главных государственных праздников – День защитника Отечества. По традиции, 23 февраля принято чествовать тех, для кого защита Родина – настоящая профессия. Таких профессионалов готовят и в Тверской области одно из ведущих высших военных учебных заведений региона – Военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Жукова. В преддверии праздника съемочная группа нашего телеканала побывала в стенах ВУЗа. Курсантка четвертого курса, факультет автоматизированных систем управления Военной академии ВКО имени Жукова Екатерина Смирнова, кажется, и не рассматривала другой профессии, кроме военной. Еще в школе, рассказывает девушка, она участвовала во всех военно-патриотических мероприятиях, наравне с мальчишками собирала и разбирала автоматы, активно занималась спортом. Когда пришло время определяться с местом поступления, выбор пал на Военную академию в Твери. Совсем скоро Екатерина получит офицерское звание и найдет свое место в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Девушка способна выполнять множество задач одновременно. И при этом нести за каждую из них ответственность. И пускай это даже будет бумажная работа, но мужчины порой не могут себя как-то на это сподвигнуть. Они больше командиры у нас. А девушки мягкие, но способные. Мягкие, способные девушки, твердые и надежные юноши таких офицеров готовят в стенах Военной академии ВКО имени Жукова. Сегодня в высшем военном учебном заведении обучают командные кадры для самых современных систем ПВО. В их числе зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-500, которые являются одними из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире и не имеют аналогов за рубежом. Академия осуществляет подготовку курсантов по 32 программам с полной военно-специальной подготовкой в рамках двух федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, а также по 73 программам дополнительного профессионального образования, а также слушателей по 20 программам с высшей военно-оперативно-тактической подготовкой в рамках двух федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. С учебными буднями, особенностями быта и правилами поступления потенциальных абитуриентов знакомят курсанты и офицеры Академии. Во что одеваются будущие офицеры, на чем они спят и как питаются, это и многое другое, гости вуза узнают в ходе таких дней открытых дверей. Примечательно, что многие из тех, кто намерен поступать в Академию ВКО, хотят продолжать военную династию своей семьи. Дедушка и папа все служили, к военному имеют какое-то отношение, потом мне это интересно очень, поэтому очень огромное желание сюда поступить. Дед был военным и отец был военным, а мне очень нравится еще программирование и в целом тема компьютеров, и поэтому мне хочется совместить и то, и то. Я сам офицер, как я могу не поддерживать такой выбор. Все мы с этим справлялись в свое время, я думаю и сын справится. Разумеется, куда без традиционных творческих номеров, со сцены курсанты Академии показали гостям вуза, что русский офицер это не только сила и доблесть, но и безграничный талант. За Россию, за державу, буду биться до конца, врага бедает на славу, острые шажки и сменца.